Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава первой книги Парлипомена для библейского портала экзегета Читаю перевод российского библейского общества Имена, 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 что поделать? Ну вот, давайте посмотрим, что особенно в шестой главе Племя Левия появляется, это левиты и священники Это те, кто, собственно, священодействуют в Скинии и потом в храме И надо сказать, что они, по сути дела, главные герои этой книги Нет, ну, царь Давид, конечно Но даже когда идет речь о Давиде, то в связи с священодействием, в связи с левитами Вот они появляются в шестой главе А почему не раньше? Почему, собственно говоря, если эта книга, написанная, судя по всему, кем-то из храмового священства Не говорит о них с самого начала, ведь это же самое важное, нет? Принцип этой книги показывает священную историю с точки зрения отношений Бога и человека А не с точки зрения вот нашего славного прошлого, блистательного будущего и так далее И племя Левия, оно ничем не примечательно среди других Оно просто было выбрано Богом, да? Нет никаких оснований говорить Вот смотрите, там Рувим, он был первенец, но утратил первенство Иуда самый многочисленный И там Иосиф, он получил первенство Потому что потом он его забрал даже не саму Рувима А отец, собственно говоря, Израиль передал его Иосифу в связи с тем, что Иосиф сделал для своей семьи Вот это какие-то сущностные вещи А племя Левия ничем не отличалась до поры до времени Не будем его выпячивать, не надо рассказывать Вот знаете, как в учебниках истории СССР, там возвышение Москвы всегда понималось, как что-то невероятно важное Все остальные там страны или города, которые на территории СССР были Это все неважно, да? Вот мы ведем историю вот так, чтобы показать мы самые главные, самые крутые Здесь не так Сыновья Левия, Гершон, Кихат и Мерари Сыновья Кихата, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиел Сыновья Амрама, Арон, Моисей и Мирьям Так на секундочку, да? Арон, Моисей и те самые, Мирьям их сестра Сыновья Ароны, Надава, Вавиоты, Леазара и Тамар А чего рассказывают про Моисея? Все и так уже знают Это книга-история Израиля, а не история исхода История Израиля, которая уже состоялась, которая уже живет на своей территории Леазар был отцом Пенехаса, Пенехас был отцом Авишуа Авишуа был отцом Буки, Буки был отцом Узи Узи был отцом Зарахи, Зарахи был отцом Мирайота Мирайот был отцом Амари Амари был отцом Ахитува Ахитув был отцом Цадок И Цадок был отцом Ахимаца Ахимаца был отцом Азарии Азария был отцом Иоханана Как скучно про свое собственное племя Иоханан был отцом Азарии И того самого, который стал священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме Вот появляется что-то новое и значимое Не само по себе это племя значимо, да? А в связи с тем, что строится храм История Израиля как царство Это история Израиля как царство Оно связано с храмом Соломона в Иерусалиме Вот центр внимания этой книги, да? Не Моисей, который вывел из Египта Потому что, наверное, он больше Азарии, да? Но Азария стал священником в храме А храм — это главная точка царства Азария был отцом Амарии Амария был отцом Ахиту Ахиту был отцом Цадок Ахитов был отцом Шалума Шалум был отцом Хилкии Хилкия был отцом Азарии Повторяются имена, конечно Азария был отцом Сыраи Сырая был отцом ее Цадак И отцадак был уведен в плен Когда Господь сделал так, что Новохадоносор отправил в изгнание жителей Иерусалима Вот это вот тоже вторая важная точка, да? Построен храм, в нем начинается священное действие Разрушен храм и угнаны люди Как-то получилось Вот, собственно, об этом книга Первая и вторая про Липомен Сыновья Левия, другие Гершом, Кихат и Мерари Вот имена сыновей Гершома Левни и Шими, сыновья Кихата Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл Сыновья Мерари, Махли и Муши Вот роды, которые произошли от Левии и их родоначальники Род Гершома, сын его Левни Сын Левни Яха, сын Яха это Зима Сын Дзимы Иоах, сын Иааха Идо Сын Эдо Зерах Сын Зераха Иэтрай Потом кихахата Сын его Аменадав Сын Аменадава Корах Сын Кораха Асир Сын Асира Элкана Сын Элканы Ивеасав Сын Ивеасав Асир Сын Асира Тахат Сын Тахата Уриэл Сын Риэл Иозия Сын Азии Исаул Сыновья Алканы Вот кого Давид назначил руководить пением в Храме Господнем после того, как в нем был установлен ковчег. Смотрите, опять-таки идут просто перечни родов, но там, где идет речь про богослужение, там наш повествователь делает остановку и подробно все описывает. До тех пор, пока Соломон не построил Храм Господа в Иерусалиме, они служили певцами пред Скини, шатром встречи. Они исполняли свое служение в соответствии с тем, как было для них установлено. Вот эти служители и их сыновья. Из потомков Кихата певец Химан, сын Уиля, отцом Уиля был Самуил, отцом Самуила и Алкана, отцом Алканы и Рохан. То есть генеалогия идет ровно наоборот. До сих пор она спускалась, спускалась, спускалась от отца к сыну. Теперь она поднимается от сына к отцу. Почему? А потому что храм. Кто был певцом в Храме Господнем? Такой-то. Откуда он взялся? И до самого своего прародителя Ливия, сына Израиля. Собрат Химана Асаф, он встал справа от Химана. Да, второй такой же персонаж. Потом Кимирарих. Собратья, стоявшие слева, еще одна целая уже группа. Это Ансен Киши, отцом Киши Балавди, отцом Авди Малуха, отцом Малуха Хашави, отцом Хашави Амасия, отцом Амасии Хилки, отцом Хилки Амцы, отцом Амцы Бани, отцом Бани Шемер, отцом Шемера Махли, отцом Махли Муши, отцом Муши Мерарисен Ливия. Собратья их левиты были назначены исполнять всю работу при Скинии Храма Божьего. То есть, это самое Скиния, потом Храм, это центр повествования. До него повествование идет, на нем останавливается и опять восходит в изначальную сторону для того, чтобы сказать, вот здесь все. А Рона и его сыновья сжигали жертву на жертвенники для всесожжения и благовония. Ну, это первосвященник, первый первосвященник, его потомки, соответственно, следующие поколения первосвященников. На жертвенники для воскурений совершали они также всякое священодействие, святыни-святыни-священодействие для очищения Израиля. Во всем они поступали так, как заповедовал раб Божий Моисей. Вот потомки Аарона. Сын Евы-Элиазар, сын Элиазара-Пенехас, сын Пенехаса-Авишуа, сын Авишуа-Буки, сын Буки-Узи, сын Узи-Зарахия, сын Зарахии-Мирают, сын Мирают-Амария, сын Амария-Ахитув, сын Ахитува-Цадок, сын Садок-Ахима-Ац. А где это все происходило? Ну, храм Искиния, понятно, в Иерусалиме. Где они все жили? Вот где жили левиты. У нас же там были упомянуты не всегда, но, как правило, местности, города, поселения, где жили разные другие племена. Вот где жили левиты, их селения и границы их территории. Потомка Марона из рода Кихата по жребию был одан Хеврон, расположенный в Удии, вместе с пастбищами вокруг него. У них нет одной сплошной территории, они живут в отдельных городах, расположенных по разным племенам. Однако поля и деревни вокруг города отданы Калеву, сыну Ифуне. Там отдельная история. Он ходил на разведку еще до входа в землю обетованную и принес правдивую весть, поэтому у него такой особый наддел. Потомки Аарона получили городаубежище. Городаубежище, то есть те, куда мог убежать убийца, случайно причинивший смерть другому человеку и тем самым спастись от мстителя за кровь, от кровной мести. Городаубежище Хеврон, а также Левну с пастбищами вокруг него, Ятир и Эштимоа, Хелезда, Вир, Ашана, Бетшемеш с пастбищами вокруг них. Кроме того, из надела Вениамина им были выделены Гева, Алемет и Анатот с пастбищами вокруг них. Всего городов, распределенных между их родами, 13. Остальные левиты из рода Кихата получили по жребию 10 селений от племен Ефрема, данные от половины племени Моносии. Левиты из рода Гершома, все их семейства, получили 13 селений от племен Иссахара, Осиры, Навфалимы, от того племени Моносии, что живет в Башане. Это к востоку от Иордана, оно у нас уже было в этой книге. Левиты из рода Мерари, все их семейства, получили по жребию 12 селений от племен Рувима, Гада и Завулона. Так, израильтяне выделили для левитов селения с пастбищами вокруг них. Выше были перечислены селения, выделенные левитом по жребию из наделов Иуда, Симеона и Вениамина. Остальные семейства левитов из рода Кихата получили следующее селение, составившее их территорию. Из надела Ефрема, города, убедившие Шехем, что в горах Ефрема с пастбищами вокруг него, а также Гезрю, Кмеам, Бетхурон, Айялон, Радгемон с пастбищами вокруг них. Из надела половины племени Моносии, Анер и Белам с пастбищами вокруг них. Вот что получили остальные семейства из рода Кихата. Левиты из рода Гершома получили следующее селение. От родов половины племени Моносии, Голан, что в Башане, Аштарот с пастбищами вокруг них. Из надела из Сахара, Кедыш, Доврат, Рамот и Анем с пастбищами вокруг них. Из надела Асира, Машал, Авдон, Хукок и Рахов с пастбищами вокруг них. Из надела Неффали, Македыш, что в Галилее, Хамона, Кириатаем с пастбищами вокруг них. Остальные левиты из рода Мерари получили следующее селение. Из надела Завулона, Римон и Фавор с пастбищами вокруг них. Из надела Рувима на восток от Иордана и Ирихонской реки. Бетсер в пустыне Яхца, Кедемоты, Мефаат с пастбищами вокруг них. Из надела Гады, Рамот, что в Галааде с пастбищами вокруг него. Маханаем, Хичбон и Язер с пастбищами вокруг них. Вот закончено перечисление левитских родов. И в следующей главе, соответственно, повествователь перейдет к другим племенам. Субтитры создавал DimaTorzok